всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду в детстве я обожал мамины блины но не всякие чаще всего она готовила такие знаете тонюсенькие сладкие вот такие отрезку просто за уши не оттащишь гораздо реже на столе появлялись дрожжевые с кислинкой знаете ли вот к ним я был совершенно равнодушен мне казалось что вот этот дрожжевой привкус это кислинка ну какая-то грубая что ли потом я стал старше и вкусы у меня резко поменялись вкусная и полезная еда основа нашего здоровья казалось что может быть проще чем хлеб к сожалению в магазинах очень часто качество хлеба оставляет желать лучшего многие уже задумались над тем чтобы самостоятельно дома готовить хлеб если вы хотите научиться печь домашний хлеб советую вам посетить канал светланы кучерявой ссылка в описании она печет классный хлеб по традиционным технологиям на пшеничных и ржаных заквасках она научит вас как самостоятельно вывести закваску как его хранить и использовать очень доступно объясняет принципы выпечки дает разнообразные рецепты и что очень важно отвечает на вопросы подписчиков заходите на ее канал подписывайтесь и выливайтесь в ряды домашних хлебоперков я не разлюбил конечно тоненькие но сейчас мне вкус кажется знаете таким простоватым скучным что ли а вот в дрожжевых с кислинкой я нахожу гораздо больше прелести а уж если эти блины сделаны с добавлением большого количества гречневой муки то тут я просто захожусь в гастрономическом экстазе но печь такие блины сложновато из-за гречневой муки в составе они совсем не прочные толстые же тяжелые поэтому рвутся буквально в руках поэтому я предпочитаю замесить тесто погуще и приготовить из них оладьи вкус конечно и вид ну не совсем тот что у блинов малость похоже но тоже очень даже неплохо сейчас все покажу здесь мне тепло молоко градусов наверно 30 даже 35 сразу раскрошу сюда дрожжи сюда же сахар и несколько ложек муки и быстро перемешать до растворения сахара мне нужно активировать дрожжи оставлю на 15-20 минут мы и хорошенько запинились сам пока смешаю пшеничную муку высшего сорта гречневую муку и соль чтобы на быстрее в тесте затем растворилась я соль в ступке растер ступка это просто потому что мелкую соль мы как-то в принципе не покупаем но так повелось у нас еще мне надо отделить желтки от белков желтки пока постоят сторонке от белки надо взбить до пышной пены знаете да чтобы белки нормально взбивались они должны быть комнатной температуры и на первых парах спешить не надо сначала взбиваю до крупной пены вот такой а теперь уже можно не осторожничать и немного ускориться не обязательно конечно вручную делать если есть электрический миксер используйте ну вот смотрите все взбилось контроль ничего не вываливается что тут с дрожжами с ними как ведь все отлично пенится просто супер значит замешиваем тесто желтки сразу и муку с солью и замешиваю тесто получается довольно густое пугаться не надо так и должно быть смотрите вот такое сейчас надо постараться аккуратно ввести сюда взбитые белки лопаткой и распределить их равномерно по всему объему теста отлично теперь остается дождаться чтобы тесто поднялось два с половиной три раза бродить оно должно в теплом месте у меня такое в духовке лампочку включил и тепла прекрасно хватит полотенце накрыл чтобы поверхность теста не пересыхала всего на время на подъем уйдет от 40 минут до двух с половиной где-то часов зависит от активности ваших дрожжей ждем видите как поднялось просто отлично на сковороду растительное масло в половник плеснул чтобы тесто проще набирать было чтобы она половнику меньше липла остается только выпекать еще маленькая ноу-хау если у вас есть крышка подходящий под размер сковороды то выпекаете оладьи под крышки так они еще пышнее поднимутся процесс я бы сказал медитативный ноау-хау и а вы С чем именно их есть? Со сметаной ли, с медом ли, с вареньем ли? Сами сообразите, короче. Так. Ой, а пахнут не совершенно волшебно. Вот этот вот запах гришневой муки, на мой взгляд, придает этим оладьям очень необычный такой, не совсем хлебный аромат. И то, что тесто хорошо попродило. Тоже очень здорово. Просто чудо. В крупных супермаркетах муку гречневую можно купить почти везде. Продают ее чаще всего почему-то в отделе всяких там здорового питания, какой-то вот такой вот штуки. Штука классная. Если делать из подобного теста, только его разводить надо сильнее, блины вообще здорово. Но они рвутся сильно. И для блинов нужно, когда тесто уже поднялось, влить в тесто сливки малой жирности, где-то стакан горячие. И размешать. Довести вот до нужной жидкости. Все равно тесто не должно быть такое жидкое, как на эти тоненькие блины. Они все равно в результате должны получаться толщиной 6-7 миллиметров. Вот так вот. Они очень дырчатые получаются, красивые, очень вкусные. Ну, даже в виде оладьев это тесто просто великолепно. На этом позвольте с вами попрощаться. Голодное семейство требует оладьев, обжирает, не дает снимать. Всем пока. Спасибо за лайки и дизлайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok